Своё выступление губернатор начал с подведения итогов работы подмосковного правительства. По его словам, благодаря развитию промышленности и созданию благоприятного инвестиционного климата, только за последние 12 месяцев прибавка в бюджет региона составила 44 миллиарда рублей. Но останавливаться на достигнутом Подмосковье не собирается. Мы благодарны всем, кто внёс вклад в экономику нашей области, особенно флагманам Сбербанка, Аэрофлот, Шереметьево. Наши предприятия оборонной, космической промышленности. Перед нами стоит задача каждый год прибавлять, увеличивать доходы бюджета. Наша цель – триллион. Только тогда мы войдём в пятёрку лидеров по обеспеченности на каждого человека. Благодаря строительству и модернизации медицинских учреждений разного профиля удалось улучшить систему здравоохранения региона. Изменения позволили сократить в полтора раза младенческую смертность и дали положительную динамику в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. В текущем году ещё в одном направлении медицины намечаются серьёзные перемены. Новые крупные центры в Балашихе и Подольске начнут оказывать современную помощь людям с онкологическими заболеваниями. Нашим работникам здравоохранения в прошлом году мы смогли дважды повысить зарплаты. В этом году врачи и медперсонал также получат прибавку. Вообще увеличение заработной платы мы строго ведём в рамках исполнения указов президента и выполнения соблюдения дорожной карты. Итогом всех этих усилий стало увеличение средней продолжительности жизни на два с половиной года. Сегодня в Московской области средняя продолжительность жизни равна 73 годам. Губернатор отметил, что в Подмосковье в последние годы в целом удалось реализовать поручение президента по ликвидации очередей в детские дошкольные учреждения. Теперь важно полностью устранить вторую смену в школах. Задача должна быть решена к 2020 году. По словам Андрея Воробьёва, улучшилось и качество образования в регионе. На 25% увеличилось количество стобальников по ЕГЭ. Кроме того, процесс обучения стал профессионально ориентированным. В прошлом году мы увеличили число студентов, которые обучаются в рамках контрактно-целевой подготовки. Их стало 5270. Уже в период учёбы ребята готовят себя к труду на конкретных предприятиях, знакомятся с требователями работодателя, избавляются от необходимости искать работу после получения аттестата и сдачи экзаменов. Сегодня наши партнёры в этом предприятии, которые позволяют получать практические навыки, РКК «Энергия», корпорация «Тактические вооружения», МАЭС, КНАУФ, много частных, в том числе иностранных отечественных компаний, которые приглашают ребят на работу, будучи ещё студентами. Говорил губернатор и об улучшении дорожно-транспортной ситуации. За четыре года на маршруты региона было выпущено 2500 новых автобусов и 96 электричек. Также удалось сократить смертность на дорогах на 30%. Что же касается дорожного ремонта и строительства, то в прошлом году в Подмосковье было построено 6 путепроводов и 28 дорог. Мы первый регион, который знает, сколько у нас ям. У кого-то это вызывает улыбку, у кого-то недоверие. Но действительно, мы первые в стране, нам удалось оцифровать абсолютное большинство ям. За сезон мы ликвидировали 171 тысячу ям на дорогах. Мы разработали и внедрили систему, первые в стране. И сегодня оплата за отремонтированную яму происходит только тогда, когда указана фотография и с привязкой координатами. Знаю, что этим опытом заинтересовались и в других регионах. Еще одна тема, которая является важнейшей в жизни каждого жителя Московской области, это система жилищно-коммунального хозяйства. Губернатор отметил, что проект, по которому каждое муниципальное образование ежегодно комплексно приводило в порядок 10 дворовых территорий, будет продолжено и в дальнейшем. А еще в 2017 году стартует региональная программа по ремонту подъездов жилых домов. У нас в Подмосковье 150 тысяч подъездов. Соответственно, выделяем 1,7 миллиардов рублей для того, чтобы оказать софинансирование управляющим компаниям по реализации этой очень важной программы. Не обошел вниманием Андрей Воробьев и наступивший год экологии. Как отметил руководитель, в течение 2017 года на территории Подмосковья будут реализованы несколько глобальных проектов по сбору и утилизации мусора. Продолжится работа по посадке деревьев и восстановлении водных объектов. Все вышеизложенные программы в сферах экологии, ЖКХ, бизнеса, образования, здравоохранения являются ключевыми в жизни каждого человека. По мнению губернатора, главная задача в ближайшее время вывести Подмосковье по всем этим направлениям в пятерку лучших регионов страны. Максим Мельников, Михаил Петухов, Марьяна Быстрова, КРТВ.